Звонок работает, но видимо квартиросъемщики еще на работе. Снимают жилье в восьмой квартире по улице Васильева как минимум четыре человека, говорят жильцы. Хотя в прошлые годы, по их наблюдениям, здесь проживало от семи до двенадцати квартирантов. Здесь никто не прописан, он вообще ни за что не платит. Были кританцы, пришли, даже с красной полосой приходили ему, он вообще ни за что и не является сюда. А квартиранцы сейчас ему перечисляют на его телефон деньги, чтобы сюда ему не приходить. Он это владелец восьмой квартиры, которого увидеть соседям крайне сложно. Во время редких встреч со старшим по подъезду, собственник клятвенно заверяет, что установит приборы учета на холодную и горячую воду. Так тянется уже несколько лет. Задолженность собственника резиновой квартиры на 1 декабря 2015 года видна по сигнальным счетам за коммунальные услуги. Более 43 тысяч рублей. Но больше всего жильцов возмущает, что приходится платить немалые деньги за воду по общедомовым нуждам. На вопрос, как помочь жильцам, которые приборы индивидуального учета установили, а в результате плюсом платят за нерадивых собственников квартир, ответили специалисты управления по благоустройству. Уже на территории нашего города существует такая практика. Многие управляющие компании на собрании принимают решение о том, что необходимо собрать целевые средства, либо использовать средства, накопленные на счете дома, и использовать их в качестве установки индивидуальных приборов учета. Это не соответствует женщиному законодательству, но на сегодняшний день других мер пока нет. Вернуть потраченные средства из общедомового бюджета на установку счетчиков для отдельных владельцев квартир, говорят специалисты, можно через суд. И в суд должна обратиться управляющая компания.